Всем привет! В этом видео подобраны наиболее интересные и ресурсные моторы, о которых писали в комментариях владельцы подобных агрегатов под первым видео про моторы миллионники. Ссылочка на первую часть в описании. Так что этот топ можно смело назвать народным рейтингом, в котором не автопроизводители заявляют о возможностях своих моторов, а владельцы автомобилей, проехавших на них многие сотни тысяч километров без ремонтов. Сразу же стоит добавить, что мнения многих автовладельцев могут не совпадать. Ведь один и тот же мотор может пробегать как миллион километров, так и попросить ремонт через 200 тысяч. Множество факторов могут влиять на ресурсность мотора. От масла, топлива и стиля вождения, до климатических условий, в которых используется агрегат. Поэтому подобные рейтинги складываются с течением длительного времени, которое и показывает надежность агрегата. На рынке можно подыскать действительно большое количество самых разных представителей двигателей-миллионников, но все они, как правило, выпускались более 10 лет назад. В большинстве двигателей нового поколения стенки цилиндров оказываются настолько тонкими, что ремонт становится просто невозможным. Так что старые классические миллионники доступны только на вторичном рынке. Тем не менее, многие модели продаются сегодня в поддержанном виде с пробегом до 200 тысяч километров и с огромным остаточным ресурсом. К таким двигателям относится легендарный базовый тойотовский двигатель 4AFE. Это простой бензиновый силовой агрегат, способный просто удивить владельца своими характеристиками долговечности и качества службы. Это классический четырехцилиндровый мотор с чугунным блоком и алюминиевой головкой блока. Двигатель 4AFE производился с 1987 по 1998 год. Рабочий объем цилиндров составляет 1587 кубических сантиметров, а мощность двигателя 113 лошадиных сил. Цифры более чем скромные. Компания Toyota разрабатывала этот двигатель, опираясь на принципы топливной экономичности. Но агрегат ведет себя на удивление достойно даже в тяжелых машинах. Инженеры Toyota умело оптимизировали мощность и крутящий момент на этих двигателях. После того, как в 1994 году производство Toyota Carina E было перенесено в Англию, первые двигатели комплектовались электронным блоком управления производства фирмы Bosch. Этот факт оказался лакомым куском для тюнеров из-за того, что мозг возможно было перепрограммировать, добившись большей мощности при потере в показателях выбросов. Ремень при обрыве не приводит к загибанию клапанов, никаких проблем даже при плохом обслуживании не возникает. А это говорит о неприхотливости и качестве продукции. Также отсутствуют требования по дорогому бензину. Можно смело заливать 92-й и ездить без особых проблем, не теряя при этом ни одного километра ресурса. Миллион километров для этих моторов не предел, но без капитального ремонта до этой цифры доходят, конечно же, не все моторы. Все зависит от качества обслуживания и режимов эксплуатации. В большей степени проблем с автомобилями, оснащенными этими моторами, не бывает. Ставились они на Toyota Avensis, Carina, Corolla, Selleco, Spacio и Corolla до 2002 года. При обслуживании единственным важным фактором можно считать требования по своевременной замене свечей. Такой подход поможет достаточно просто получить реальные преимущества в эксплуатации и снизить расход топлива. Также нужно заметить, что конструктивных проблем у мотора нет. Он реально может пройти сколько угодно километров, и не предоставить при этом никаких неприятностей владельцу. Следующая линейка двигателей опять принадлежит японским инженерам. В народе эти агрегаты получили название УЗЭты. Это легендарные моторы с маркировкой 1УЗФЕ, 2УЗФЕ и 3УЗФЕ. Семейство бензиновых автомобильных двигателей производства корпорации Toyota. Это 32-клапанные V-образные 8-цилиндровые двигатели, которые с 1989 года используются в роскошных и спортивных автомобилях марок Toyota и Lexus. Все варианты двигателей шли только с автоматическими коробками передач. Базовая версия двигателя серии УЗЭт дебютировала в августе 1989 года на автомобиле Toyota Crown серии С-130, а в октябре 1989 года на Lexus LS. В скором времени он появился на целом ряде других моделей Toyota и Lexus. Согласно системе маркировки Toyota, двигатель получил обозначение 1УЗФЕ, где цифра 1 обозначает поколение. Буквы УЗ за цифрой обозначают семейство, к которому принадлежит мотор. Ф говорит о клапанном механизме, а Е обозначает впрыск топлива с электронным управлением. В 1998 году появился двигатель 2УЗФЕ объемом 4,7 литра. Двигатель был разработан для установки на большие внедорожники и пикапы, поэтому обязан был показать пик крутящего момента на средних оборотах. Его блок, в отличие от других моторов серии, для повышения прочности отлит из чугуна. Две алюминиевые головки блока цилиндров и по два распределительных вала на каждую головку с четырьмя клапанами на цилиндр. Эти моторы ставились на Lexus LX и GX 470, а также на Toyota Land Cruiser и Toyota Tundra. В 2000 году появился мотор объемом 4,3 литра, получивший маркировку 3УЗФЕ мощностью 300 л.с. Этот мотор ставился на представительские седаны Lexus и Toyota. Седанам не нужен усиленный блок, как на внедорожниках, поэтому блок двигателя и головка блока изготовлены из алюминиевого сплава. Все моторы серии УЗ по праву считаются легендарными и беспроблемными, подтверждение чему многие сотни тысяч безремонтных пробегов. У компании Nissan тоже есть огромное множество надежных моторов с огромными ресурсами, и один из таких двигателей это RB26D. Это рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2,6 литра, использовался в основном с 1989 по 2002 год в Nissan Skyline GTR. Блок цилиндров RB26D чугунный, головка цилиндров алюминиевая. В головке цилиндров 24 клапана, по 4 клапана на цилиндр соответственно, и два распределительных вала. Впрыск RB26D отличается от других серий двигателей RB тем, что он имеет 6 отдельных дроссельных заслонок вместо одной. Этот двигатель предназначался только для полного и заднего привода. Первый RB26D с двойным турбокомпрессором производил около 280 л.с. Однако несколько замеров немодифицированных двигателей показали максимальную мощность в 330 л.с. Причиной такого расхождения является джентльменское соглашение между японскими автопроизводителями, которые решили ограничить мощность двигателя любого автомобиля до 280 л.с. Этот двигатель широко известен своими характеристиками и крайне высоким потенциалом для тюнинга. Не является редкостью достижения 600 л.с., которые могут быть получены без модификации внутренностей двигателя. И даже с такими доработками эти моторы способны бегать по 400 тысяч километров без ремонтов. Что уж говорить про стоковые версии, которые работают в штатных режимах и безопредельных нагрузок. Для них пробег до миллиона вовсе не фантастика, но это большая редкость, так как все же этот мотор берут любители валить боком, и мотор работает при жестких нагрузках. С чрезвычайной модификацией двигатель RB26 способен к мощности сверх 1 мегаватта или более чем 1340 л.с. Эти моторы можно встретить под капотами скайлайнов в кузовах R32, R33 и R34. Следующий неубиваемый легендарный двигатель также принадлежит компании Toyota. Это два ARFE, и он может предоставить фору в своей надежности кому угодно. Устанавливались эти двигатели на Toyota RAV4, а также на Toyota Camry. Двигатель этот имеет объем 2,5 литра, выполнен качественно, и может предложить своим владельцам просто удивительные преимущества эксплуатации. При объеме 2,5 литра этого бензинового агрегата хватает на 179 л.с. и просто невероятные 233 ньютон метра крутящего момента. Характеристики отлично подходят для кроссовера. К бензину автомобили с такими установками совершенно неприхотливы. Нет никакой необходимости выискивать лучшее топливо. Можно заливать даже 92-й бензин без зазрения совести. Цепь на системе ГРМ избавляет от проблем с колопанами. Ее замена необходима раз примерно в 200 тысяч километров. А вот ресурс двигателя уходит далеко за миллион километров пробега, благодаря продуманности конструкции и отсутствию слабых мест. Несомненно, самым ярким примером использования агрегата является Toyota Camry, в которой этот двигатель выполнял особую роль в течение долгого периода выпуска машины. Эти моторы просты в обслуживании, не требуют каких-то особенностей от сервиса и замечательно настроены относительно мощности к расходу топлива. Этот двигатель по праву заслужил внимание мировой общественности. Все автомобилисты, которые сталкивались с возможностями силовой установки, говорят о ее невероятной надежности и просто великолепных вариантах эксплуатации. Даже в самом плохом случае этот двигатель бегает до полумиллиона. Остается только периодически ездить на сервис и радоваться надежности этого агрегата. Конечно же не обойтись в этом топе и без легендарных тойотовских дизелей серии 1КЗ, в том числе двигатель 1КЗТЕ. Это один из самых удачных дизельных двигателей, который был запущен в серию в 1993 году. Его отличает высокая надежность при отличных динамических характеристиках. Чуть раньше, а затем параллельно выпускалась более ранняя версия 1КЗТ с механическим приводом ТНВД. Но с появлением трехлитрового 1КЗТЕ с алюминиевым корпусом начался новый отчет времени для современных двигателей Тойота. Это выразилось в заметном снижении веса мотора. Такой блок цилиндров можно отливать под давлением, что технически проще и точнее. Отлично настроенная автоматика точно отслеживает режимы работы этого двигателя. Прогрев, работу на холостых оборотах с включенным кондиционером и дожигания газов системой EGR. Эти моторы заслужили репутацию лучших дизелей благодаря огромным пробегам автомобилей, на которых они устанавливались. Наиболее популярная модель это ландкрузер Prado 80 серии, который выпускался до 1998 года. Но благодаря огромному потенциалу дизельного двигателя 1КЗ, эти внедорожники прекрасно бегают и по сей день. Единственное, чего не любят эти моторы, это перегрев и требуют своевременной замены ремня привода ГРМ. Если соблюдать эти два условия, то пробеги до миллиона километров – обычное дело для этих моторов. В 2000 году линейку двигателей Тойота дополнил новый дизель 1КД-ФТВ, которым стали заменять 1КЗТЕ. Новый мотор с электронным впрыском топлива уже уступал своему предшественнику по ресурсу и долговечности. Следующий представитель надежных моторов – это дизельный агрегат от Volkswagen 1.9 TDI. Его безупречная репутация известна во всем мире. Это экономичный и надежный двигатель, выхаживающий с легкостью полмиллиона километров. Дальше уже не с такой легкостью, но многие экземпляры бегают до миллиона. Этот мотор конструкторы разработали в начале 90-х годов. С тех пор было много его модификаций и очень массовое их производство. Самые надежные двигатели, как правило, изначально имеют хорошую конструктивную базу. Конструкция этого двигателя оказалась настолько удачная, что до сих пор на ее основе выпускаются различные модификации моторов на все марки автомобилей концерна. Простая, ремонтопригодная, оптимальная во всех отношениях конструкция двигателя снискала любовь и уважение значительного числа автовладельцев Volkswagen во всем мире. На сегодняшний день все двухлитровые дизельные двигатели делаются на его базе, а это говорит о многом. Впервые он был использован в Audi 80 B4 в 1991 году. 90-сильная версия 1.9 TDI оказалась образцовой в своем классе. Автомобиль достигал сотни менее чем за 15 секунд и потреблял около 5,5 литров на 100 километров пути. На практике это позволяло пройти 1200 километров без дозаправки. Дополнительным преимуществом оказалось отсутствие проблем с запуском при низких температурах, а также превосходная надежность. Единственный недостаток этих моторов это шумная работа и повышенная вибрация. Но это ощущается только в автомобилях более низкого класса. И главным образом при небольших скоростях. Во время движения со скоростью около 100 км в час из-за различных акустических шумов звук мотора уже неразличим. Стоит отметить, что для снижения вибрации производитель использовал специальные опоры двигателя, подушки наполненные маслом, которые многие после износа меняли на дешевые заменители, изготовленные из резины и металла. А поэтому они сильно снижают уровень комфорта. Эти моторы можно обнаружить на многих моделях Audi и Volkswagen с начала 90-х. А различные его усовершенствованные модификации вставились до 2012 года. Не обойтись и в этой части без баварского инженерного шедевра. На этот раз почетное место в рейтинге самых надежных моторов занял двигатель от BMW M60. Эти моторы предлагались в двух версиях объемом 3 и 4 литра. Это двигатели V8, которые выпускались с 1992 по 1996 год, придя на смену рядному шестицилиндровому двигателю BMW M30, тоже обладающим превосходным ресурсом, и о котором шла речь в первой части. С целью снижения массы двигателя были использованы алюминиевый блок цилиндров и головки блоков цилиндров. Гильзы цилиндров имели практически неизнашиваемое некосиловое покрытие, очень стойкое к механическому износу, но боящаяся большого содержания серы в топливе. Сейчас эти показатели имеют мировые стандарты и нормы для топлива, и высокосернистое топливо не используется. А в 90-х годах канадский и американский бензин имел повышенное содержание серы, из-за чего некосиловое покрытие приходило в негодность, а споры о надежности этих моторов не утихают до сих пор. Но в тех странах, где топливо было с низким содержанием серы, эти моторы прекрасно себя чувствовали, и безремонтные пробеги в 500 тысяч километров для них не редкость. А многие экземпляры успешно даже бегают до миллиона и больше. Ставились эти моторы на BMW 5 и 7 серии с 1992 по 1996 год. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok